Здравствуйте! Сегодня я представлю новый курс, который называется «Самовосстановление для преподавателей». И он введен в программу совсем недавно по просьбе моих учеников. В чем здесь, собственно, дело? На Бали я в основном преподавала для руководителей. Наверное, больше половины моих студентов были руководителями различных компаний. А когда я вернулась в Петербург, можно сказать, что, опять-таки, примерно половина тех, кто посещает мои занятия или проходит консультации, это другие преподаватели. Психологи, йога, тэчеры и так далее. И на одном из таких занятий пара психологов просила меня провести специальное занятие для того, чтобы научиться самовосстановлению. Я думаю, что ни для кого не секрет, что руководители ездят на Бали отдыхать от своей работы, работы с людьми прежде всего. А преподавателям, которые проводят занятия в Петербурге, им гораздо тяжелее. То есть они действительно тоже должны либо выезжать куда-то на отдых, восстанавливаться, либо учиться каким-то образом справляться с проблемами, которые у них возникают у самих после консультации, после обучения. И, соответственно, находить какие-то приемы, работающие приемы лично для них, чтобы всегда быть в форме и продолжать преподавание. Таким образом и возник этот курс, который был проведен уже дважды в мини-группах в январе. В феврале я была в Европе, и мы несколько прервали эти программы. Сейчас восстанавливаем на март, а в апреле я опять въеду в Европу. Значит, в чем состоит последовательность, которую мы проходим на этом курсе? Ведь дело не в том, чтобы восстановиться после занятия. Я думаю, что это должно быть понятно. Самое главное – это не довести себя до состояния, когда придется восстанавливаться. Поэтому мы разбираем полностью весь процесс преподавания, смотря в каком формате он у вас происходит. Это могут быть и групповые занятия, это могут быть и личные встречи, это может быть и руководство менеджерами, допустим, в случае, если речь идет о бизнесе. Не секрет, что многие бизнесмены применяют практики личностного роста, развития, это тоже нормально. Поэтому мы начинаем прямо с самого начала. И первый шаг, который нужно сделать при обращении кого-то к вам на консультацию, и до просьбы записать на занятия, это решить достаточно ответственно, будете ли вы работать с этим человеком. Потому что есть достаточно серьезные проблемы, есть медицинские противопоказания, есть просто неконтакт, который можно сразу почувствовать, если здесь что-то не так. Поэтому всегда нужно, прежде всего, узнать у человека, зачем ему это, то, что он хочет получить от занятий, как он видит в себе свои проблемы, чтобы понять, можете ли вы ему действительно чем-то помочь, и не будет ли это, опять-таки, в какой-то мере опасно для вас самих, если это действительно серьезные проблемы. То есть здесь нужно очень четко сразу определяться с Мишей, с кем мы будем работать, с кем мы не будем работать. Соответственно, дальше, когда уже сам клиент определился, то есть вы понимаете, кто к вам придет, к этой встрече, конечно, нужно готовиться. И готовиться не только в том плане, как вы будете, что ему объяснять, какую информацию вы ему выдадите, какие ему можно посоветовать упражнения, а и как вы себя будете с ним вести. То есть вести, опять-таки, не в том плане, насколько вы будете удачно на него воздействовать, понравитесь ли вы ему, а и в том плане, каким образом вы можете, должны или не должны, можете или не можете защитить самого себя от его воздействий. Поэтому есть ситуации, когда с людьми можно работать в открытую, и это абсолютно необходимо. Есть ситуации, когда нужно ставить какие-то энергетические защиты, опять-таки, те или иные, поэтому общих рецептов здесь нет. Важно, главное, понять, что вот этот шаг, он должен быть продуман. И в каждой ситуации он будет продуман по-разному. Ведь когда наступит процесс, вы будете уже увлечены в содержание, и вам будет уже поздно заниматься какой-то самокоррекцией. То есть здесь должно быть все уже поставлено и происходить по... То есть так, как это происходит, ваше внимание увлечено в разговоры, вы реагируете на вопросы. Соответственно, заниматься собой здесь особо непогда. И вот когда клиент уходит, здесь, собственно, важно, самое главное, выделить для себя время. Кому-то нужно 5 минут, кому-то нужно полчаса, чтобы прежде всего отрефлексировать. Вот человек вышел, в каком я сейчас состоянии. То есть может быть он меня эмоционально как-то выбил, да, от раздражения, или какой-то упадок сил, либо физически просто что-то произошло, там нога затекла, да, допустим, тоже нужно кровообращение восстановить. Или появились какие-то навязчивые мысли. То есть что-то недоговорили, вот теперь крутится, крутится в голове, что нужно было вот так сделать, так сказать. То есть вы всё это на всех уровнях отслеживаете и дальше принимаете решение, какие действия вы уже делаете для того, чтобы привести себя в исходное нейтральное состояние. То есть снять этот рисунок. Тем более, если клиент пойдёт снова. Если это не единственная консультация, а если это какие-то регулярные занятия, да, или коучинг, когда вы с человеком работаете достаточно долго. И вот здесь опять-таки нет каких-то универсальных фишек, да. Но у любого преподавателя, если бы он действительно преподаватель, у него достаточно большой технический арсенал. Поэтому здесь самое главное не пропустить эту фазу. То есть вовремя подобрать те техники, которые позволят вам вернуться в нужное состояние. И я помню, что когда мы давали первый анонс ещё этого мероприятия, мне задали вопрос, о чём там говорить 6 часов, вы бы дали какие-нибудь фишки. Так вот дело не в фишках. Дело именно в том, что фишки будут у всех разные. И поэтому просто дать какие-то фишки, это не работает. То есть фишки, которые подойдут менеджеру среднего звена, будут абсолютно бесполезны для психолога, который работает с маниакальными состояниями, да, или йога-тычера, которому нужно, собственно, объяснить людям, как им в лото сесть. Это совершенно разные ситуации. Поэтому фишки можно даже придумывать. Если вы понимаете принципы, что вы были в одном состоянии, вам нужно перейти в другое состояние. То есть вот какие действия нужно сделать из имеющегося у вас практического арсенала, который вы, в частности, и другим преподаете, для самого себя, чтобы это состояние восстановить или поменять на нужное. И далее, собственно, вы выстраиваете последовательность этих действий. Опять-таки, она должна быть достаточно грамотной. В большинстве случаев проще ее выстраивать, сначала устраняя какие-то физические проблемы. То есть вот нога затекла, просто чисто физическая усталость, голод, поесть нужно. Потом энергетические, эмоциональные, которые могут на самом деле уже и сняться на первом этапе сами собой. И дальше уже, собственно, более серьезные вещи, если остались недоработки на ментальном уровне. То есть вы что-то забыли сказать или считаете, что рекомендация была не совсем корректной. Вот это будет самая такая большая работа, где вам нужно опять-таки привести в порядок собственное мышление. И когда это все выровняно, собственно, вот это то состояние, в котором вы можете работать дальше. Что происходит, если вы этого не делаете? Хорошо знакомая вещь происходит, когда начинают накапливаться негативные эффекты. И где-то через какое-то время вы начинаете обнаруживать, что от клиентов вас, ну, если не тошнит, то уже, собственно, есть какое-то внутреннее нежелание работать, нежелание принимать, какой-то тормоз внутренний. Для людей чувствительность их. И с таким я сталкивалась неоднократно. То есть из тех, кто приходил на мои консультации, это вполне конкретные боли в анахате, например. То есть вот, да, помогаешь, помогаешь людям, а потом у тебя начинает сердце болеть. От излишней затраты энергии, можно сказать, невосполняющейся отдачи. И когда ситуация запущена, то, конечно, здесь восстанавливаться уже гораздо сложнее. То есть тогда приходится либо брать отпуск, либо в некоторых случаях сама ситуация приводит к тому, что становится невозможным дальнейшее преподавание. Именно поэтому за своим состоянием нужно следить очень внимательно, чтобы не доводить до той черты, где действительно уже приходится спасать себя практически. Поэтому я надеюсь, что этот курс будет дальше продолжаться. Возможно, опять в мини-группах. Но, насколько вы поняли, все очень сугубо индивидуально, поэтому всегда работают индивидуальные консультации. Если вы находитесь в других городах, давно уже, еще со временем моей жизни на Бали, давно работают скайп-консультации. Это все уже опробовано, тем более, что некоторые по видео скайпу можно показать некоторые приемы непосредственно дистанционно, даже практически. Таким образом, следите за объявлениями о следующих курсах, либо записывайтесь на консультации, и мы будем разбирать уже конкретику вашей работы, то есть что именно имеет смысл применять до, во время и после сеансов. Спасибо.